Дай почитать Но в начале о том, точнее о той книге, которая предшествовала. Это «Маленькая колдунья». Рисунки полноформатные. Тема, любимая всеми. Ведь в конце концов, зачем детишкам всякие Вити Малеевой, Тимуры с командами, Мишкиной кашей, кортики с бронзовыми птицами? Другое дело, девочка Лизбет и ее кот Сократ. Они, каждое Рождество, приезжают к бабушке Ольге, доброй и понимающей. Только она считает странную особенность своей внучке заканчивать фразу собеседников даром. Девочка дружит с соседским мальчиком Эдвардом. Однажды вечером, играя на чердаке, дети находят удивительную книгу. Именно в ней сокрыты тайны семьи Лизбет и ее дара. Здесь мы, дорогие слушатели, и заговорили о сегодняшней книге. Ведь ее дети и нашли на чердаке гримуар колдуни. Для тех, кто не очень погружен в эзотерические глубины, напомню, что гримуар – учебник по магии, обычно содержащий инструкцию по созданию магических предметов, проведению ритуалов, наведению чар, вызову сверхъестественных существ, ангелов, духов, божеств, демонов и управлению ими. Вот такая миленькая находка. Итак, в гримуаре описаны все колдуньи семейки Лизбет. Лилит, с которой все началось. Жанна, которая спасла Францию и была предана. Ольга, которая потопила Титаник. Всего 14 особей. Последний в гримуаре – история самой Лизбет. И про спасение Эдварда, угодившего в глубокую расщелину во время поиска рождественской розы. Юная колдунья мысленно увидела место, где нужно его искать. Еще она умеет разговаривать с животными. Именно вороны указали, где находится злополучная расщелина. С годами у Лизбет открылся дар предвидеть будущее. Она работает в научной полиции, вышла замуж за Эдварда. У них родились крошки-близнецы. Ох, все мило, конечно. Но пойду-ка перечитаю лучше Чука и Гека или на худой конец Муху-Цокотуху. Может, полегчает 12+. Дай почитать. Субтитры создавал DimaTorzok